здравствуйте рада вас приветствовать на моем youtube канале меня зовут марина хмеловская и здесь на этом youtube канале все о практиках процветания и кармическом менеджменте и о том как работает карма тема сегодняшнего видео психологические и кармические причины лишнего веса оставайтесь в этом видео со мной до конца и мы глубоко раскроем эту тему и так почему же наше тело набирает вес причина номер один вы накапливаете знания и не отдаете их очень часто ко мне на консультацию приходят женщины которые постоянно учатся знаете у них такой синдром собирателя дипломов они думают что они еще недостаточно хороши что им нужно еще 555 обучений пройти для того чтобы наконец-то дрожащей рукой у себя в инстаграме написать что я я я я коуч коуч терапевт или мастер по тетохилингу или еще кто-нибудь и вот они ходят ходят обучаются естественно тело накапливает эти знания на физическом уровне и это тело хочет освободиться от накопленных знаний это тело хочет отдавать эти знания потому дорогие девочки если вы себя узнали здесь в этой истории то пожалуйста 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 хватит уже ходить по обучениям начните монетизировать свои знания и отдавать реализовывать свой потенциал и вы увидите что ваш лишний вес начнет таять то есть накопленный вес это ваш нереализованный потенциал который вы накопили причина номер два это средство защиты то есть жир как средство защиты и тут важно задать себе вопрос а где я чувствую себя небезопасно может быть у вас проблемы в семье и вы подвергаетесь моральному и не дай бог физическому насилию может быть вам небезопасно на работе в постоянном напряжении что начальник вас будет критиковать или коллеги на вас будут нападать или вот там постоянный стресс где надо отгалкиваться от кого-то или вот с кем-то конфликтовать и тогда тело для того чтобы чувствовать себя безопасно начинает вот эту прослойку жира везде или не везде или в каком-то определенном месте накапливать это причина номер два если вы узнали себя тоже напишите мне комментарии под этим видео давайте обсудим что вам откликается причина номер три это желание быть значимым и большим это очень похоже с первой причины когда мы накапливаем знания не отдаем но тут чуть-чуть такой другой аспект скажем так да я хочу быть большим я хочу быть масштабным я не удовлетворен своим масштабом для меня важно похвала чтобы говорили какое значимый какой сильный как без меня этот бизнес или проект разрушится вот я такой деловой я захожу в пространство и занимать так много места все на меня обращают внимание смотрите на меня такой большой и могучий угадайте откуда я это знаю нет я не была такой слава богу господи бог милю миловал мне не нужно было занимать столько много пространства и свои травмы но это было у моего очень близкого человека у него действительно был лишний вес и для него очень важно было быть значимым он постоянно об этом говорил это не мой муж но кто это говорить не буду потому что это один из родственников скажем так да и мне кажется вот это вот значимость вот это вот тяжеловесность и привлечение к себе внимание подсознательное привлечение к себе внимание таким образом да когда человеку не хватает внутри себя признание это не знает что у него нет этого признания это знать что есть внутри черная дыра травма который постоянно это внимание хочет на себя стягивать и у человека может быть признание он может хорошо зарабатывать он может занимать какую-то руководящую должность или у него может быть свой бизнес но внутри него вот это вот недолюбленность вот это вот желание постоянно чтобы на него смотрели и занимать много места в пространстве быть значимым это была причина номер три если это про вас пожалуйста пишите мне тоже под этим видео причина номер четыре накопленные обиды и гнев на других людей и на себя тогда когда мы не можем грамотно пойти в конфликт выйти из него когда мы не можем грамотно проработать причину гнева когда мы не понимаем как мы создаем постоянно в своей реальности людей которые нас раздражают и если мы еще и не можем от рефлексировать с психологом или через какие-то техники через медитацию свои негативные накопленные эмоции этот гнев оседает в нашем теле и часто это аутоагрессия до агрессия на себя или накопленные обиды и агрессия на близких людей поэтому если эта история про вас конечно я вам рекомендую пройти консультацию психолога либо у наших учеников у кормологов которые вам быстро достаточно помогут и научат экологично справляться со своими эмоциями и второе кормологи если вы попадете к ним на консультацию они вам объяснят причину почему вы сталкиваетесь с этими негативными эмоциями создаете этих людей которые вас раздражают или обижают и кормолог именно может помочь вам проработать причину того что вы это воссоздаете постоянно в своей жизни психолог этого не сделает извините меня мои коллеги психологи я вас очень уважаю она психолога работает на уровне освобождения эмоций учит как проговаривать экологично как высказывать как не сдерживать себе кормолог наоборот рассказывает почему нужно сдерживать и как работать через медитацию через другие практики не раняя другого человека и как остановить создание этой кармы когда вы постоянно постоянно создаете в своей реальности людей которые вас ранят потому что психолог не вылечивает кармическую причину да он говорит о том что там надо или выйти из этих отношений с этим человеком не общаться ли все ему высказать или вот так вот грамотно прожить но причину вы не устану не устраняете будете постоянно перезасевать эту карму и людей которые вас бесят или до которые вас ранят кормолог работает не только на психологическом пласте но и на кармическом глубинном пласте поэтому я вам конечно рекомендую обратиться к специалисту я всегда топлю за то что важно платить свое исцеление и находить специалистов которые вам помогут и не копаться в этом самим это сэкономит время вашей жизни и ваши нервы и ваши деньги в том числе которые вы не растратите потом на антидиспрессанты или на какие-то таблетки или там это уже уйдет на психосоматику в какие-то болезни да вы поправите свое тело свое здоровье и собственно освободитесь от этих негативных эмоций это основные причины лишнего веса если вам какая-то из этих причин откликнулась напишите мне под этим видео оставляйте комментарии задавайте вопросы я буду рада вам помочь записать видео ответы я вам хочу сказать свою недавнюю историю с лишним весом она очень интересная и мои ученики и подписчики оказались даже мудрее чем я в инстаграме я начала так по девочковым по девочковым жаловаться что вот мол у меня плюс 5 килограмм я записалась в тренажерный зал я отказалась от сладкого я там делаю йогу почти каждый день я слежу за питанием и вот почему-то не могу эти 5 килограмм скинуть и звучит такая фраза от меня что мол такой у меня лишний вес был после рождения одного и второго ребенка но я же сейчас никого не рожала на что мне мои дорогие подписчики говорят марин но вы-то родили школу кармологии и вы родили 418 новых учеников смысле вы никого не рожали вы нас родили да вы нас выпустили в свет я такая подумала что-то в этом есть то есть пришло такое масштабное расширение до зашла огромная энергия в мое тело и мое тело тоже поправилась расширилась для того чтобы интегрировать эту энергию и интересно что как только прошел выпускной валиканты у нас куда приехала около 100 человек со всего мира из первого потока с 418 людей и это было такой ключевой пиковой точкой где я полностью всю свою энергию отдала с людьми веселились мы танцевали мы вручали сертификаты делали практики потом позанимались йогой ну то есть это вот выпускного таким знаете апогеем школы кармологии первого потока все такой жирной точкой что интересно прошло 5-6 дней после выпускного и я на весах обнаружила у себя минус 2 килограмма и вес начинает снижаться то есть я как бы была беременна проектом да я его вынашивала я три с половиной месяца рожала 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 новых учеников то есть мне надо было много энергии чтобы это все через себя провести все знания всю энергию весь свой опыт передать вам дорогие мои ученики и когда вот состоялась финальная . пик все фух разродилась выпустила в мир и мое тело начало сужаться начала скидывать этот лишний вес гармонизировать все произошло интеграция этого объема до этого масштаба вот такая моя личная интересная история надеюсь вам было полезно ее послушать и конечно же я надеюсь что вы оставите много комментариев под этим видео потому что тема очень интересная про лишний вес и про психосоматику всегда вызывает такой большой живой интерес в женской аудитории конечно же вы можете как всегда нас поддержать финансово по ссылочкам под этим видео стать патреоном стать ежемесячным спонсором нашего youtube канала для таких ежемесячных спонсоров мы разработали разные пакеты наших программ тренингов мастер-классов и также с благодарностью вам дарим за подписку ежемесячную от 3 евро в месяц все ваши деньги идут на развитие youtube канала на то чтобы мы продолжали снимать эти ролики и монтировать их заниматься дизайном нашего youtube канала и чтобы отвечать на ваши вопросы делать вас счастливее с вами была марина хмеловская спасибо за то что вы на моем youtube со мной и кто не подписан пожалуйста подписывайтесь ставьте лайки пересылайте это видео своим друзьям если оно вам показалось интересным